Александр Иванович Куприн 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 Понимаете, не успел я моргнуть глазом, как он наносит мне зверский удар кулаком под ложечку. Что-то в животе у меня делается. Уф! Раздеваю рот, не могу вздохнуть. Сгибаюсь, знаете, пополам. Сажусь на корточке. Вся комната плывет мимо меня в какой-то зеленой мути, а по ней вертятся огненные колеса. Профессор приподнимает меня, ласково треплет по плечу, дает стакан воды. Ничего, Муэмми. Ничего, ничего. О, совсем старовый диафрагм. Другой ученик лежит на пол, как один кадавр. Теперь открой немножко рот. Так, еще немножко. О, этих четыре зуб. Долой, прочь, совсем прочь. Гланды вырезать. Язык подрезать. Маленький язык. Немножко. Чик. Потом он, знаете, потащил меня к пианино. Теперь попробуем колос. Пой вот так. Ну, я, конечно, не так, не так. Твой поет, как кров. Пой еще один раз. Я, понимаете, на него вовсе не обижался, что он мне тыкал. Я, знаете ли, заранее слыхал, что он всем любимым ученикам говорит на ты. А если на вы, то, значит, никакой нет надежды. Пой еще один раз. Пою. О, черт побери, у тебя ни кож, ни рожь, ни войкс. Упирай звук на диафрагму. Пой так, как будто у тебя живот палит. Пою. Не так, не так. Служитель, принесите один полотенц. Приходит служитель. Понимаете, этакая суровая небритая фигура, вроде сторожа из анатомического театра, на лице мрак и отчаянная решимость. Меня обвивают вокруг талии полотенцем. Профессор берется за один конец, служитель за другой. Опа упираются ногами мне в бедра и тянут каждый в свою сторону. Пой, кричит профессор. Глубший звук, нише, нише на диафрагму. Кровь бросается мне в голову. Я чувствую, как краснею, потом синею. Глаза у меня выкатываются наружу. И, наконец, я хреплю, как удавленник. О-о-о-о! Я так и знал! Тенор де грация! Теперь попробуем свободный звук. Высунь ваш язык! Я, знаете, повинуюсь. Профессор тем же самым полотенцем обвертывает крепко мой язык и вытаскивает его наружу до соприкосновения с верхней пуговицей жилета. Пой! Пою, понимаете, кашляю, давлюсь, но пою. Теперь развяжем немножко челюсти. Открой рот. Открываю. Он захватывает рукой, как тисками, мою нежнюю челюсть и начинает махать ей сверху вниз. Точно действуя насосом. Вверх-вниз, вверх-вниз. Пой! Бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе. Потом он велит мне лечь на пол и говорит. Испытаем дыхание. Держи одну ногу. Вот так. Фа! Держите прямо, как один паровоз. У-у-у-у. Тогда, знаете, он кладет мне на грудь огромную книжищу. На нее другую, третью, четвертую, пятую, шестую. Тяни. У-у-у-у. У-у-у-у. Тогда он, понимаете, поверх книг заваливает меня чемоданами, ящиками, подушками. И сверх всего этого садится сам, своею персоною, на меня. Я не выдерживаю и прощу пощады. Профессор, по-видимому, доволен мною, потому что, знаете, эдак потирает руки. Теперь посредний экзамен. Вот венский стул. Полезай под стул и садись там. Но, профессор, это же невозможно. Молшать? Если ты сумеешь петь, сидя под стулом, ты сумеешь петь во всякой другой позишн. Понимаете, никто не верит этому, когда я рассказываю. Но, ей-богу, я умудрился залезть под обыкновенный венский стул и сесть там, скорчившись в три погибели. А профессор сел сверху на сиденье и крикнул мне. Пой! Что именно петь, маэстро? Что хочешь, пой! Все, что хочешь. Ари, дуэт, квартет. Пой до тех пор, пока я не окончу курить мой сигар. И вот он, знаете, закуривает огромную австрийскую сигару, а я начинаю петь, сидя в таком положении, как сидит музейный недоношенный младенец в банке со спиртом. Я пою весь первый акт из Фауста, эпиталаму из Нерона, пролог из паяцов, куплеты Тора Дора, вечернюю звезду из Тангейзера. Он все курит, тогда, знаете, говорю это кропко. Не могу больше, маэстро! Тогда он встает, приподнимает стул и дает мне такой пинок ниже спины, что я, понимаете ли, чрезвычайно долго скольжу в сидячем положении по паркету, пока не упираюсь головой в трюмо. Наконец, в недоумении становлюсь на ноги и лепечу. Профессор! Да, профессор, черт вас побери, профессор! Кричит он и на этот раз, кричит чисто по-русски. Да, я профессор, без малейшего акцента, кричит. Но только профессор вовсе не вашего дурацкого пения, а профессор атлетики, бокса, плавания и фехтования, имеющий глубокое несчастье быть однофамильцем вашего итальянского шарлатана. И так как ко мне ежедневно, благодаря этому несчастью, с утра до вечера ломятся вот такие козлетоны, как вы, то я твердо решился проучить хотя одного из этих идиотов. Вы можете, милостивый государь, жаловаться на меня куда угодно, или можете вызвать меня драться на любом оружии, начиная от пулемета и кончая французским боксом, включая сюда палки, рапиру и джиу-жицу. Но теперь вон отсюда! Понимаете, что мне оставалось сделать-то? И я, знаете ли, пожал презрительно плечами и ушел. 1894 год. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok